Привет! Сегодня мы представляем вашему вниманию запись Диминого участия в первом дне квалификации MTG Arena. Меня зовут Олег, добро пожаловать в Клуб Адептов Кухонной Магии. Напомню, что квалификация в этот раз проходила в формате Хисторик, и Дима выбрал для этого турнира колоду Мордурри Аниматора. А также напомню, что вы можете поддержать это видео лайком, репостом и комментарием, а наш канал своей подпиской и нажатым колокольчиком. А если у вас есть желание и возможность поддержать нас материально, вы можете сделать это, оформив подписку на платформе Boosty, либо через сервис Donation Alerts. Ваша поддержка важна для нас. Спасибо. Сразу скажу, что в этот раз попытка у Димы была не очень удачной, но если для вас магия это не только результат, но и сама игра, то добро пожаловать на просмотр. Всем привет! Вы на канале Клуб Адептов Кухонной Магии. С вами Дима. И сегодня мы поиграем в квалифайер в традиционном историческом режиме. Кто не смотрел запись с плей-ин, расскажу про колоду, которой мы будем играть. Это Мордурри Аниматор. Суть колоды это мид-рэндж с комбо-аутом. Комбо-аут это раннее Атракса. Атракса это существовало 7-ман. Flying Vigilance, The Such, Life Link. Когда входит, мы смотрим 10 верхних карт и выбираем из них карту каждого типа и кладем их в руку. Позволяет нам быстро ее ставить в игру несколько карт. Первая это Unburial Rites. За 5 ман с руки, за 4 мана с гривьярда мы существо с кладбища кладем в стол. Также вернуть ее из кладбища можно при помощи Priest of the Fell Rites. За поворот и плата трех жизней, и жертвования Преста мы также возвращаем существо с нашего кладбища в поле битвы. Активируется только как Сорсери. Но у него есть крутая способность Unearth, которая за 5 ман позволяет нам вернуть его с кладбища с хостой на один ход. При этом это нельзя отменить. Очень прикольная тема против контролей, например. Потому что нет окна, когда мы не можем вернуть существо. То есть только изгнав существо с кладбища, мы можем помешать вернуть его при помощи Преста в стол. Дальше идут карты поддержки, которые позволяют нам прокинуть аттракцию на кладбище. Это многофункциональные карты в основном. То есть они имеют и другие назначения. Пойдем с третьего дропа. Во-первых, это Крутсес, Titan of the Wave. Который позволяет нам в конце хода скинуть карту с руки. Потом мы можем выбрать больше или меньше. И нам находится случайная карта, соответственно, большего или меньшего монокоста в руку. И создается клад. Чем хорошая Крутсес? Тем, что мы можем немножко контролировать, какие карты нам придут с его способностями. Например, скинув Unburial Rides, мы точно получим на руку аттракцию. Потому что у нас нет других карт с монокостом больше пяти. Или скинув карту с первым монокостом, мы точно получим землю. Вторая карта в третьем дропе, которая позволяет нам прокидывать карты на кладбище. Это Fable of the Mirror Breaker. Которая делает на входе гоблина 2-2, который в атаке создает клад. На второй странице мы скидываем две карты. Можем скинуть две карты. И если мы это делаем, мы берем за каждую скинутую карту еще одну карту. И на третьей странице он превращается в существо, которое умеет копировать нелегендарных существ. Нам цена как первая абилка, так и вторая. Третья тоже бывает полезна. Первая абилка генерирует клады. При помощи них можно ставить аттракцию мануально. Опять же, это немножко разгоняет нас. При помощи второй абилки мы можем, например, прокинуть райцы и аттракцию на четвертый ход. Сходить в атаку токеном, получить 4 маны и реанимировать аттракцию прямо на четвертый ход. При помощи третьей способности мы можем копировать нелегендарных существ. У нас такие имеются. Сейчас расскажу про них. Первое существо... А, ну про приставь уже рассказывал. Мы можем его также копировать при помощи зеркала. Второе существо это Blood Teeth Harvester, который на входе делает токен крови, при помощи которого мы также можем скинуть аттракцию на кладбище. Ну, либо просто найти что-то лучшее, попытаться найти что-то лучшее, чем карта у нас на руке, которая ничего не делает. У него есть способность за повороты и жертвования его. Он делает существо минус x минус x, где x удвоено количество токенов крови. С ним есть тоже прикольное взаимодействие с рефлекшеном в Кикиджике, потому что таким образом мы каждый ход создаем копию харвестера, при помощи которой мы убиваем существо оппонентов. И количество крови у нас увеличивается, потому что он все равно привозит с собой еще дополнительную кровь. То есть вот против клад на существах это может быть достаточно неприятно. Вот, и посмотрим первый дроп. Тут у нас ремовал и дискард, 5 карт дискарда, 4 карточки с Ацис, которые скидывают любую неземлю с руки, но при этом мы теряем 2 хита. И синглтончик инквизиции Козелека, который скидывает неземлю с КМК 3 или меньше, но зато безболезненно. 4 пуша, это ремовал на маленьких с КМК 2 или меньше, либо если у нас что-то покидало поле битвы, то можно убить существо с КМК 4 или меньше. При этом целить можно любое существо, что важно. Ну, у нас есть клады, у нас есть кровь, поэтому зачастую убить существо с КМК 4 или меньше в этой колоде несложно. И 2 фрагмента реалити. Это карточка позволяет изгнать не токен, артефакт, существо или чары, и его контроллер ищет... Нищет, точнее, рандомную кричу, кладет с меньшим КМК в стол тапаный. Хорошо изгонять существ, если мы знаем... Ну, или перманент, если мы знаем, что в листе нету существ с меньшим монокостом. То есть тогда это просто ремовал за одну. Например, в нашей колоде, если нам изгонят приста или харвестера, мы ничего не найдем с них. Вот. По землям много фастиков, дуалки в количестве 3 штук. Нет, не 3, много дуалок. 7 дуалок. Так, фастиков 4, 5, 6, 8 фастиков. Фастики — это земли, которые входят антапанными, если у нас меньше 3 земель. И дуалки — это... Также они шокленды больше были распространены для них названия. Это земли с базовыми типами, которые входят антапанными за 2 хита. Вот. Также есть по-свеи черно-красные. Есть один по-свеи черно-белый. Есть один триом. Ну, тут самое интересное, наверное, это Frexens Crappy Art. Земелька, которая позволяет также нам скидывать траксу на кладбище. И если мы это делаем, она... Ну, там можно любую карту скидывать под нее. Она создает на руке копию себя. И потом мы можем в какой-то момент пожертвовать 3 таких копии и призывать нас на стол Soul of New Frex. Существует 6-6, которое за 5 ман делает наш перманентный андистракт до конца хода. То есть интересный аут против, например, тех же контрольных колод. Потому что это тоже нельзя отменить контрасплом. По сайтборду у нас здесь два фрагмента. Ну, я зачем они нужны, уже объяснял. Абрейды, которые позволяют убивать маленьких существ, либо ломать артефакты. Агрессивных колод-формате довольно много, поэтому это полезная карта. Их два у нас. Три сервис миссари. Это карта, которая позволяет закрывать матчи, где у оппонента нет способа справиться с эмиссаром. И он убивает нас с существами. Например, против агрессии на хуманах, которые не догадались положить ремовал больших существ в сейдворд. Это, скорее всего, будет означать... Если мы поставим эмиссара, мы, скорее всего, выиграем. Потому что ответов на него, как правило, нет. Также мы можем его ставить против колод, где мы знаем, что нас убивают только каким-то определенным способом. А у оппонента нет ответа на эмиссаров. Либо мы знаем, что у оппонента очень много грейвхейта. Тогда мы с трудом сможем поставить нашу аттраксу. А эмиссары мы можем ставить мануально, без складов. Потому что три белых мы найдем. Вот одна инквизиция Козелека против контролей и комбы. Две иголки, которые позволяют выключать перманенты с активируемыми мобилками. Полезно против комбы или каких-нибудь контролей, где мы знаем, что там есть опасные карты. Например, такие как Карн в Monogreen Devotion. То есть я бы там, наверное, посадил иголку. Потому что Карн позволяет найти единственный ответ на, например, на эмиссара. Если мы его поставим. Ну вот там есть портал, который заставляет жертвовать трех существ. Ну вот один Soul Guide Lantern против стратегии на кладбище. То есть в Мироре можно посадить. Один Brothers Hotend. Карта хорошая против Агроколод. Также против колод на артефактах небольших. То есть против Финт, например, очень неплохо. Против Хуманов очень хорошо. Ну вот и две кологаночки. Четыре режима. Можем выбрать два. Либо кричку в руку с кладбища. Либо кто-нибудь скидывает карту. Либо ломать артефакт. Либо два дэмэджа в любую цель. То есть хорошо в мидранжовых матчах. Хорошо в контрольных матчах. Где важно преимущество по картам. То есть это два к одному зачастую. Соответственно, это полезно. Ну а также там, где нам нужен хейт артефактов, кологанка всегда нам поможет. Вот такой лист. Попробуем им сегодня сыграть. Вчера этой колодой я смог 4-0 сыграть. И, соответственно, выиграл квалификацию на сегодняшний турнир. Посмотрим, что получится сегодня. Поехали. Выиграли кубик. В принципе, рука неплохая. Есть все цвета. Две земли. Два ремоула на первый. Прист. Крутся с зеркала. Поднимаем третью землю. Все вообще шикарно. Вставляем. Начинаем с бело-черной. Сразу доступ к обоим ремоуалам у нас. Против нас тоже дочка на джиганте может быть мирор. Ну тут очень много можно по первому ландропу понять. В принципе, против чего мы играем. Ну тут нам пока непонятно. Это либо мирор, либо домейн. Поставим приста. Пока не подняли мы третью землю. Будем надеяться, что поднимем на следующий ход. Окей, это похоже мирор. Ну подозреваю, что нам либо Крутсус, либо Фейбл скинут здесь. Скорее всего Крутсус. Хотя Крутсусу скидывать плохой план, мы можем его сразу реанимировать. Так что я думаю, что Фейбл нам скинут. Ну по крайней мере, если скинут Крутсус, и я не подниму третью землю, я буду его реанимировать. Не буду его реанимировать. Нам все надежно сыграно. Так, окей, третью землю не поднимаем. Окей, там подняли зеркало. Мы убиваем токен. Землю, дочка, дай землю, please. Так, землю нам не дают по-прежнему. Так, скинем Преста, но это плохой план, Преста нельзя скидывать. У него зря не иметь. Да, траксус кидываем. В общем, сложная ситуация, потому что сейчас все прокинут на кладбище. Но изгонять зеркало, мне кажется, был плохой план, потому что там подняли бы еще одного Преста. Просто с него. С фрагмента И нам было бы не очень хорошо. Логично там все прокинули. Окей, еще одно зеркало. Все надежно. Лантарно. Нельзя так делать. Там Атраксу реанимирует следующим ходом. Так, ну наконец мы получили землю. Ставим свое зеркало. Ставим свое зеркало. и он даже без блоков принципе там и так и так понятно что там будет реаниме час да ты грана крайне плохо с моей стороны момент я не при а нет нормально я вот так не мог же ходить так покинем 2 и и и Ладно, посмотрим табляк, но тут пропущенный ландроп очень-очень сильно влияет, конечно, рука была очень неплохо. Макия оппонент не ошибся, не сдаемся. Так, смотрим, что нам пригодится. Здесь фрагменты пригодятся, я думаю, да, к лаганке, мне кажется, что нет, лантерн пригодится, обрейды, мне кажется, могут пригодиться, не так хороши пуши, дискарды мне не нравятся в этом матче, хотя, наверное, инквизицию можно оставить на ходе, например. Пару пушей, наверное, тоже стоит оставить, там все-таки есть крут, с которого хочется убивать. Так, так ли мне нужна инквизиция здесь? Ну да, наверное, я хочу отвечать на что-то неприятное. Да, мне кажется, так должно быть нормально. Так, так, так. Так, так так. небольшая конечно наигрыш у меня это колодой не так несколько дней назад я всего за нее сел но мне просто на достаточно сильно понравилось но опыт игры bear у меня достаточно большой плюс до этого два месяца играл аттракса на мейном то есть это тоже похожая стратегия но у морду версии есть наличие мейнового дискарда мы не пропускаем первый ход у нас больше лучше ранняя игра как мне кажется и так нет красный было бы красная можно было бы кипнуть так здесь все есть это кип это без райцов двое точно не надо так ставим дворик ставим лантерн чтобы нам его не скинули еще рука конечно тоже такая себе в 5 мулиганится не хотел здесь есть хотя бы ответ на комбу так оппонент ничего не делает по 1 кей нам хороший табляк пришел хоррестер это хороший табляк кей нам райцы прокинуть по крайней мере это не неплохо 100 минус карту оппонента лантерн это не хорошо станет жигантом будем смотреть на действие оппонента скорее всего сейчас придется прокидывать кровь если мы ничего толкового не поднимем что я почти уверен что с той стороны все неплохо но ожидаемо я так и думал что там либо круто с либо зеркало так у нас есть фрагмент реалити это неплохо с одной стороны так прокинем-ка мы земельку наверно не а а а а а а а и а а и а а а а и а а и и и а а и а и и там есть склад поэтому фрагмент сейчас играть не самое лучшее не нам опять же тоже лучше посидеть на антопный потому что нам предложит римуал наш лантерн то мы сможем съесть в респонс окей пройдет лантерн еще не ставят больше окей и вот так ставим еще одного хорестера пусть вариант со счетчиком пока работает но это только пока там постепенно выходит на мануальный аттракцию он для этого нужно еще один клад я хорестер думаю что мы изгоним хорестера мы хотим счетчик кей нам тоже фрагмент говорят я брэйт кей не хочу скидывать ничего потому что здесь у нас как бы комбо на руке если мы поставим джигант мы можем с нее сыграть от ракса так нам стоит круцесса свою джигант окей посидим на фулл контроля посмотрим что прокинет так прокинул инквизицию значит мы подробуемся отсюда ну инквизицию прокинем в так в в в в Ладно, ставим джиганту. Так, нам поставили свою джиганту. Я думаю, что он думает играть фрагмент в джиганту или нет. Окей, прокинул фрагмент. Так, ставим тракса. Так, у нас есть буши, фрагменты, еще одна тракса. Давайте посмотрим. Так, у нас есть буши. Окей, мы не знаем, есть ли там аттракса или нет. Отыгрываем от того, что если она придет, мы ее можем убить фрагментом. У нас есть реанимейт, еще одна тракса на руках. В целом нормально. Окей, там поиск. По статистике он должен был поднять хотя бы одну. Их четыре, он поднял треть колоды. По статистике он должен был поднять. Максим в атаку сходим. Пиздеч. прокинем так прокинем и так там есть еще реанимит пока нет дворик прокинем значит возможно мисс на улетал здесь кстати хотя нет не мисс а и и и не очень понял зачем он скидывал крут соса под земельку кейс свои аттракса ну типа его спасают фрагмент насколько я понимаю чем там показывает нам вроде бы тут карт которые его спасают нет типа фонарик так маны не хватает по моему тоже а у него есть еще класс такие науки типа out сад сис а нет не может сказать не 2 хита все сад сис не аут здесь а вот вроде только фрагмент так ну фрагмент здесь хорош пуши в количестве двух штук нормально инквизиция позволит нам ответить рано накрутиться с эльфа и был я думаю что это тоже нормальный план штак ставим без заменений 11 все земли два фрагмента 2 крут соса меня устроит ну видимо минус крут сос ну видимо минус 2 ну видимо ну и и и и не уверен что социс в этом матче прям хорош ну может быть я не прав мне кажется что все таки это больше про преимущество по картам матч чем про качество карт по ним взял джиганту я наверное пока не хочу брать джиганту и она не хочу подискардить по ним так ну кей писать сиза будет оппонент знает нашу руку я думаю что не будет он дискардить нас сейчас он нет дискарбит я думаю надо прокидывать от ракса у нас нет земель так и атаку Играет музыка. Играет музыка. Джиганту мы обязаны убивать. Если ее поставить. Точнее изгонять. Изгоняем джиганту. Так, такой товарищ нас устраивает вполне. Так, что мы будет ли он сейчас делать душу новой ферексии мне кажется это неправильный план будет но я наверное был бы не против если бы он сделал кейлантер неприятно поставим джиганту но все-таки быстрый счетчик шикарно оппонент поднял сама хрень что инквизицию поднял и 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 хотим ли мы прокидывать такого товарища вопрос наверное нет потому что не очень понятно какой а вот мы хотим поднять поднять игры в хейт наверно не вышел у нас нет прокинем ладно но от а 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 Саша, это был не очень хороший план. Я что-то забыл, что там тачка. Да, тут мы проиграли скорее всего. Второй аттракции мы не переборем уже. С другой стороны, может и сможем что-нибудь сделать. Зависит от того, что поднимут. Поднимают там среднее. Хотя нет, там 4 карты поднимут. Ну что, нас спасает только фрагмент, похоже. Так. 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 похоже что в мироре оппонент оказался сильнее это будет шанс Продолжение следует... Ну что ж, первый блин комом. Дальше проигрывать нельзя. Ну что ж, попробуем выиграть вторую. Если мы проигрываем ее, то на этом наше выступление заканчивается. Рука хорошая. Поздороваемся. Сразу фрагментируем. Так, я думаю, что мы просто сайфовенько поиграем здесь. Нам особо некуда спешить пока. Главное экономить хиты. Матч про хиты. Потому что взаимодействия, по-моему, не особо много такого, которое мешает нам с той стороны. Так, я думаю, что мы поставим черненькую. Поставим фейбл. И тут как вариант одного приста прокинуть. Одного поставить и поднять джиганта. Куда болт, интересно, полетит? В лицо или в токен? Не болт, он там, Wizards Lightning. Окей. Опять блоков. Да, мы прокинем двух. Да, я думаю, здесь можно по соцсизить. Скорее всего, мы берем что-то более полезное. Так. Думаю, что Guidance мы уберем. Так, вот поставим. О'кей. Все есть. Все есть. Так, мы поставим Харвестера. И возьмем джиганты в руку. О'кей. 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 Продолжение следует... Так, мы в пяти. Так нельзя делать. Поэтому мы ставим землю. Нам просто не хватает хитов, чтобы реанимировать. Ну, к сожалению, одного хода нам не хватило. Следующим ходом ставили бы Атракса. Ладно. Так, реалити. Брейд. Потому что без двух престов здесь реанимироваться с престами не самая хорошая идея. Так, ну, у нас есть дискард, ремовал, вторые дропы. Я кипнул. Начнем с дискарда. Так. Есть крипт. Крипт, крипт, крипт. Ти-ти-ти-ти-ти. Надо либо крипт, либо балм раскидывать. Ладно, скинем крипт. Будем надеяться, что поднимем. Дипа на балмара нам ответить проще вроде как, чем на крипт. Так. Окей, пока. Ничего не делаем. Или вставим преста. Прест нас не особо спасает здесь. Окей, пока ничего не делаем. Ладно, хит пропустим. Посмотрим, что с той стороны поставят. Окей, тогда. Так. Продолжение следует... Да, неприятно определенно. Продолжение следует... Ну что ж... Неотвеченный Балмар. Что ж, сегодня не получилось, к сожалению. Уж больно все было хорошо оппоненту. Ну, надеюсь, вам было интересно. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Ваша поддержка важна для нас. Спасибо. И на этом будем прощаться. Берегите себя. Играйте в магию. И будьте клевыми. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok